Добро пожаловать снова на канал Джейсон Кино! С вами Игорь и сегодня мы будем говорить о новой части франшизы Заклятия Проклятия Монахини 2 Если кто не знает, то Проклятия Монахини это в принципе такая спин-офф франшиза отдельная от франшизы Заклятия Таиса Фармига, которая в жизни является младшей сестрой Веры Фармиги, играет тут ее бабку или прабабку персонажа Веры Фармиги Ну, сходства есть, они очень похожи, поэтому почему бы нет, тем более они обе актрисы мирового класса Первая часть Монахини несмотребельное дерьмо Мы с друзьями, когда смотрели, не могли перестать смеяться над тем, что там происходит Над глупостями, несоответствиями, ну и по большому счету просто бездарностью, как режиссуры, так и сценария Что могу сказать про вторую часть? Давайте сначала отсечем все положительное, потому что это будет довольно быстро Для меня в этом фильме положительно только одно Это Сторм Рид Это актриса, которую я давным-давно заприметил и считаю ее одним из многообещающих талантов Голливуда После фильма «Пропавшая без вести» или ее роли в сериале «Эйфория» Или в шедевральном сериале «Одни из нас» Я считаю, что у нее огромное будущее, если ничего не наломается И, кстати, такие франшизы, как «Монахиня» или «Проклятие монахини» Вполне могут наломать подобную многообещающую карьеру В этот раз режиссером второй этой части стал Майкл Чавес Он на самом деле не новичок в этой киновселенной Это уже третий фильм этой киновселенной, которую он режиссирует Первый был «Проклятие плачущей», который, если честно, я не смотрел, потому что слышал много плохого о ней Поэтому решил просто не тратить свое время на нее Но также он срежиссировал «Заклятие 3», которое мне на самом деле понравилось Хотя оно и рядом не стоит по качеству с первыми двумя частями Минусы фильма «Проклятие монахини 2» Ох, с чего же начать? В принципе, все то же самое, что мне не нравится в первой части здесь тоже присутствует Немножечко сглажено, немножечко меньше и не такой явный бред происходит, но он все же присутствует Одной из главных моих претензий является тот факт, что эта монахиня, которая вроде как хочет всех поубивать Кто стоит у нее на пяти Постоянно побеждает во всех столкновениях, но при этом не убивает Почему-то? Вот без контекста расскажу момент такой, чтобы не спойлерить Одна из наших героинь находится в коридоре В одном выходе этого коридора стоит монахиня, и ее копия стоит во втором выходе коридора То есть оба выхода заблокированы монахиней, бежать некуда И перед нашей героиней появляется еще одно зло, от которого нужно убегать И она убегает в одну из сторон, где когда-то стояла монахиня, но почему-то там больше не стоит И она просто себе убегает Почему? Ты же хотела убить этого персонажа Так убей И вообще в этом фильме настолько немощные персонажи, люди, которые борются с этой монахиней Что вообще непонятно, хули она чешет свою сраку и просто всех не поубивает Она их типа пугает, но почему-то не убивает Это одна из моих претензий к этому фильму Также фильм невероятно скучный, если честно Вот первые пять минут завязки, ну такие интересные, ну 15 минут завязки довольно интересные Потом минут 45 сплошных пустых пугалок То есть что, ой, что-то происходит, а, это всего лишь сон О, что-то какой-то ужас, какой-то стремный звук, а, а, это показалось Потом там более-менее что-то начинает И концовка, да, там в концовке есть немножечко экшена Немножечко интересного лора Добавили франшизы Это прикольно как бы Поэтому я и говорю, что этот фильм немножко лучше первой части Но только чуть-чуть Тот же самый персонаж Сторм Рид Он вообще, что есть, что его нет А это полноценный второстепенный персонаж Весь фильм с нами, весь хронометраж Ходит рядом с Таисой Формигой Но нихрена не делает То есть этот фильм просто кажется пустыми калориями Я не мог в кинотеатре сегодня Перестать смотреть на часы и думать, когда это закончится Самая главная проблема этого фильма, это режиссура Во всех направлениях проседает режиссура Драма или ужасы постоянно недоработаны Вроде как что-то сейчас должно произойти, но ты не чувствуешь напряжения внутри И что самое ужасное Самая главная задача режиссера Не единственная Далеко не единственная Но самое главное Это выдавить наилучшую актерскую игру из своих актеров Этот ансамбль актеров должен добавлять остроты Эмоции, накала страстей Но у меня такое впечатление, что все там плохо играли То есть я как будто бы не узнавал великую Таису Формигу Сестру великой Веры Формиги, которая с украинскими корнями, кстати Ту же самую Сторм Рида и все остальные актеры как будто бы снимались в какой-то театральной постановке Я на этот фильм ни за что не порекомендую идти Это было разочарование К сожалению, история с Аннабель не повторилась Да, когда первый фильм плохой, а второй очень хороший Если и лучше этот фильм в предыдущей части, то далеко не намного Да и этой, блядь, монахине, там, секунд 90 экрана во времени Пришли смотреть на страшную монахиню Дайте нам стрёмную, страшную, ужасающую монахиню Дайте вам 90 секунд Все остальное персонажи, которые просто неинтересны Ребят, это было мое мнение Расскажите о своем Может быть вы со мной совершенно не согласны Может вы были в ужасе, постоянно напряжены во время просмотра этого фильма Не забываем лайкосик, подписончик С вами был Игорь и эй! Все будет Украина Субтитры сделал DimaTorzok